Всем привет! Добро пожаловать во Лагнобару! Я иду сегодня на вечеринку, правда нас еще мало, только собралось. Да, вот, нас трое, но мы уже большая очень группа людей. Здесь выставка на Манежке, мы вам еще ее не показывали. Здесь какие-то потрясающие инсталляции, натюрморты, и все это из цветов, из фруктов. Ну, сейчас увидите. Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. Вот только что вернулась с улицы, ходила за продуктами. Первый раз я делала перчатки, потому что на улице плюс восемь уже. Но ясная такая хорошая погода, я была просто нагружена, поэтому не могла снимать. И, как вы просили, сейчас покажу, какие продукты я купила. В последнее время покупаю продукты в Магнолии, потому что в Елисеевском, ну уж совсем безумные цены стали. Это во-первых, а во-вторых, наоборот, во-первых, совсем нет продуктов нормальных. Очень ассортимент скудный стал. И, во-вторых, вот цены очень-очень высокие. Особенно, конечно, на овощи, на фрукты. Поэтому вот что предлагает нам Магнолия. Вот вся покупка. Маленькая баска. Вот молочные продукты. Это активия. У меня еще остался творог. И с творогом я ем. И Аня делает себе соусы для различных, там, для лапши, вермишели, макаронных изделий. Ну, в общем, когда она хочет, она из этого делает соусы. Ростокваша, которую я пью регулярно, каждое утро. Вот такой штучки мне хватает на три дня. Конечно, лучше всего Мечниковская, но в Магнолии Мечниковская простокваша не продается. Это курица, голени и крылышки. С голеной я суп творю, а крылышки, кстати, там тоже на второй, в общем, идет. В основном у нас. Вот Аня в последнее время залюбила салат, который мы вам показывали. Из фасоли, тунца и кукурузы с луком. Вот купила заготовки на этот салат. Шампиньоны. Тоже в последнее время мы стали ими очень серьезно увлекаться. Почти каждый день едим. Это уже пошли овощи. Два банана каждое утро. Я пью кофе с бананом, кабачки, помидоры. Это вот розовые помидоры, но они на самом деле еще совсем розовые, поэтому они будут доходить. И вот это красные помидоры. Просто розовые помидоры редко бывают, поэтому я их ухватила. И бакалея. Хлеб. Ну, обычно он бывает в двойном размере, но сегодня вот только половинка. Это нарезной такой хлеб, геркулес, энергия силы. Здесь в состав этого хлеба входят всякие семечки, в том числе семя льна. Очень полезные. Вот они тут, семечки эти видны. Закончился у меня сахар коричневый. Вот купила золотой тростник. Он мне в последнее время тоже понравился. И цена соответствует качеству. В общем, и недорогой особо, но и хороший вкусный. И на кладке, без сладкого номерка. Попыпаем вот такие голландские вафли. Очень вкусные, с карамельной начинкой. Ну, просто очень вкусные. И колба. Подсолнечная с абакисом. Ну, и совсем уже к продуктам не имеет никакого отношения. Это фейри. Для мытья посуды. Меня кто-то спрашивал. Мои любимые всякие там предметы, средства бытовой химии. Ну, вот фейри с шелком и орхидеей я люблю. Мне запах нравится. Потому что, ну, в перчатках я мою. Поэтому меня, как бы, консистенция абсолютно не волнует. Но вот запах очень-очень приятный. И кое-кого интересуют цены. Ну, вот эти продукты обошлись мне в 1450 рублей. В Елисеевском это бы стоило, ну, точно в районе 2000, если не больше. Потому что там безумно дорогие совершенно помидоры. Это вообще что-то неприступное. И еще, раз уж речь зашла о ценах, кто-то спрашивал, сколько мы потратили на лечение Баси. И написали, что не знаю, ответите вы на этот вопрос или нет. По ценам я отвечаю на все вопросы. Я не отвечаю на вопросы, сколько я зарабатываю и так далее, сколько я получаю и откуда у меня идут доходы. Вот на эти вопросы я, конечно, не отвечаю. Значит, лечение Баси уже подходит к 50 тысячам. Вот завтра мы пойдем. Ну, должны пойти, не знаю, как получится. Потому что что-то оказалось завтра доставка продукции Арифлейм. А Аня записала меня на завтра. Ну, в общем, не знаю, как будем крутиться. Ну, если я завтра пойду, то уже точно будет 50 тысяч. Так что вот Аня все время говорит, мама, мы с тобой на себя столько денег не тратим, сколько на собаку. Вот такое блюдо делаю из творога. Ну, обычно я кладу какой-то один овощ или огурец, или помидор, или зелень какую-то. Но тут Аня захотела вот такой прям целый салат. И положила я туда очень мелко нарезанные огурчики, помидорчики очень мелко нарезанные, укроп, лук зеленый. Добавила пару ложек активии натуральной, немного оливкового масла, соль, перец. И получается такая вкуснейшая и полезнейшая еда. Такой вот ужин. И снова здравствуйте. Привет. Я так понимаю, мы уже вам показали, что было вчера, потому что это было вчера. Я вчера загуляла, поздно пришла, сегодня дела, дела, дела. И мама не захотела сниматься. Почему? Я снималась. Без меня. В магазин ходила. Ну, без меня, что все равно я захотела сниматься. Чтобы у нас было два видео, поэтому это снова сдвоенное видео. Она вам жалуется. Пожалейте девушку. Да, я жалуюсь, потому что я без нее снимаюсь. Значит, вопрос от Нетти Эс по поводу мужа. Ну, мы советов никаких не даем. У меня в жизни такого не было, чтобы муж уходил после ссоры еще на три дня. Поэтому я не знаю, как с ней бороться и что с ним делать. Вопрос от Екатерины Графуддиновой по поводу программы «Голос». А смотрите ли вы «Танцы»? Мы вообще телевизор не смотрим. «Голос» мы смотрели только из-за состава, да, жюри и только на YouTube. И по поводу того, что мы больше любим, чай или кофе. Я кофе больше люблю. А пью чай больше. Я не знаю, я все люблю. Я не знаю, честно. Я и кофе люблю, и чай люблю. Но кофе больше как такое излишество. То есть я его как лакомство себе позволяю. Вопрос от Марины Романовича Коварный. Анютка, на канале «Мама» наблюдается некоторый рост. Некоторая активность. По сравнению с твоим каналом. Нет ли какой-то ревности? Ну, дело в том, что... Ужасно, ужасно, я вам скажу. Я вам скажу, что вообще... Кошмар. Если бы у меня было 100 тысяч, я бы понимала. А так, порядок, во-первых, один. Но самое-то главное. Порядок один. Я работаю над каналом. Я просто не могу уделять много внимания каналу. И я понимаю, почему у мамы больше подписывается людей. Потому что она регулярно выкладывает видео, работает над каналом. Ну, конечно, если бы я как на прошлый Новый год, на позапрошлый Новый год работала и выкладывала по три видео в неделю, конечно бы у меня было больше подписчиков. Но, к сожалению, я не могу этого делать. И вообще, как вы относитесь к успехам друг друга и приходилось ли вам конкурировать друг с другом? Мы замечательно относимся к успехам друг с другом. Слушайте, у меня ребенок. Как я могу с ним конкурировать? Я не понимаю. Бася, да вот с кем я конкурирую? С этой собакой упрямой. Ты ослик просто. Я встала тупо. Поэтому, ну какая конкуренция, вы что? Я даже не представляю, как можно с ребенком конкурировать. Мама говорит, если ты хочешь, я могу вообще не заниматься. Когда она говорит, мама, у тебя так много, там что-то такое. Говорю, Аня, я вообще могу не заниматься. Я вижу, у тебя хорошо было. Говорю, нет, занимайся. Так что, ой, ребят, ну как это? Ну ребенок дорогой. Солнышко мое. Ну что? Если бы про сестер спросили, ну если бы сестры были, то, конечно, там есть конкуренция. Ну наверняка у мамы с дочкой тоже бывают конкуренции. Ну у нас такого нет. У нас такого нет. Я просто, знаете как, вот у нее в инстаграме было больше народу. Это не конкуренция. Мне интересно, как это она так делает? Надо мне что-то там, значит, предпринять. Я предпринимаю, теперь у меня больше. Я, кстати, не поняла, почему вы не видите снапчата нашего. Мы регулярно выкладываем видео. Я сегодня выложила. Обновляйте, смотрите. Там рассказы обновляются. Вот этот волос не хочет у меня уходить сюда. Негодяишный волос. В общем-то я не знаю. Там все должно быть. Мы регулярно снимаем там видео. Там столько фильтров новых. Заходите. Виктория, 88. Аня, повтори, что за блеск от Giordani Gold. Какой цвет? Какие ощущения от него? Горчит? Какой запах? Заходите ко мне на канал, эдак, знаете, на следующей недельке. И я сделаю как раз там бандерольку из двух каталогов. И расскажу вам об этом блеске. Все за, против. Я его уже тестирую три недели. И у меня сложилось уже определенное мнение по поводу этого блеска. Это новый блеск от Giordani Gold. Сашенька Данкина. Вы пользуетесь косметикой Essence, Catrice, Art Deco? Мне кажется, что это три разные. Если да. Да, это все разные. Да, Essence, Catrice и Art Deco. Я не в курсах просто. Если да, то что именно больше предпочитаете? Я не в курсах. Вот Catrice, это новый бренд для России. И у меня есть палетка теней, Catrice. Но я ее еще так и не попробовала. Сказывала, и я, в принципе, удушевлена попробовать эту палетку. Но еще не попробовала. Кто-то писал, что я так и не сделала макияж. Ну, не показала, как что наносить. Вы не расстраивайтесь. Многие люди уже полгода меня просят сделать макияж. Так что то, что я неделю не делаю для вас макияж, это еще не срок. Но я обещала, что я сделаю макияж. Обещали два-три года что-то. Я обещала, что я сделаю макияж из палетки Naked. И еще с чем-то. Думаю, что к Хэллоуину я уже в этом году не успею сделать макияж. Но на следующий год я вам обещаю, я вернусь к вам на свой канал. Оля моя задает замечательный вопрос. Мы поздравляем всех учителей, потому что день учителя был в понедельник, я так понимаю, 6-го числа. Почему в понедельник? Ну, в общем, не знаю. Но, видимо, все после выходного поздравляли своих учителей. И задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ваших любимых учителей, не обязательно школьных. Я думаю, что у меня любимый учитель был мой преподаватель английского языка, Радмила Михайловна. Потому что она себя совсем не вела как учитель. Она вовлекала в процесс. И вот это единственный человек, которому было абсолютно все равно, какие я оценки получу. Ей очень важен был результат. И вот это, наверное, единственный человек в моей жизни, вот из преподавателей. Ну, она просто была необыкновенная. Да, кто был настроен и на результаты, и на то, чтобы ученику было комфортно. И вот она подстраивалась под каждого человека, под каждого своего ученика. Я просто очень благодарна ей, потому что она заложила базу моего английского языка. Не только языка. Да. Чудесная женщина была. А я очень, вот до сих пор вспоминаю, уважаю. И я считаю, что вот идеал учителя, это был наш директор в школе, Адольфий Васильевич Селицкий, школа номер 25, города Алма-Ата. Это вообще был просто необыкновенный человек. Вот, знаете, как в кино показывают, они с женой и с двумя детьми всю свою жизнь прожили в пристроечке маленькой, в школе. И, собственно, вот вся его жизнь, она была как на ладони. То есть не так, что вот человек ушел, и там дома он как-то себя по-другому ведет. Это был, вот, знаете, настоящий хозяин. Знал всех учеников поименно, ну, по-моему, и родителей тоже по имени и отчеству знал. Каждое утро всех встречал. Да, был строгий, но, вы знаете, очень интеллигентно и очень культурно, и к детям уважительно относился. Ну, просто необыкновенный был человек. Так что вот, ну, и другие были учителя. У нас вообще были очень хорошие учителя, таких сейчас уже нет. Ну, и наши благодарности. Я очень благодарна за вчерашний, за сегодняшний день, потому что я и отдохнула. И отдохнула, и отдохнула, и что-то поделала, и, в общем, было, очень-очень вот эти два дня хорошие, прикольные были. Я благодарна за что я благодарна, за все благодарна, вообще хороший день был сегодня, замечательный. А мы вчера с Баськой последние теплые эти самые мгновения ветерка ухватили. Я ее специально вынесла погулять, и, вы знаете, она, видимо, окрепла. Уже вылезает из сумки, там, дышит воздухом, как капитан на мостике стоит, смотрит вдаль. Так что мы вчера тоже с ней хорошо очень погуляли. Ну, и, конечно же, мы вам задаем те же самые вопросы, что и вы нам задали по поводу преподавателей, по поводу блеска Джордани Голуба. Ну, и вообще, поделитесь, как прошли ваши выходные в очередной раз, что вы сделали нового, что вы, как вы провели время, может быть, с семьей, ну, и так далее, и тому подобное. Мы вас всех очень любим. Мы вас очень-очень любим. И то, что мы пропустили один день, это не значит, что мы вас не любим. Я лично уже скучаю. Да? Да. Мне уже не хватает. Нам уже не хватает. Да. Встречи. И встречи, и комментариев, и всего не хватает. Простите, что мы пропустили один день. Но мы вас очень-очень-очень любим. Многие не заметили, так у нас плавненько. Напишите, если вы заметили. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.